Центральная библиотека кипит жизнь. Из актового зала доносится пение. Здесь проходит репетиция коллектива «Колорит» перед важным концертом, подготовка к которому заняла больше месяца. «Чтобы красный свет нам возродил рассвет, чтобы каждый минутец свет не говорит проща». Всего за полгода творческий коллектив успел принять участие в нескольких конкурсах и занять призовые места. Успехи команды заметили и пригласили участников на 4-й международный фестиваль «Бок о бок», проходивший в Армении. О жизни кружка рассказала Марина Андрианова, творческий и идейный вдохновитель коллектива. «Мы вышли и спели так, как в последний раз, так скажем. Мне кажется, что это очень круто. На следующий год нас тоже пригласили. Надеюсь, мы поедем уже в большем составе». Участники студии учатся не только петь, но и танцевать, и даже играть на музыкальных инструментах. Такое разноплановое развитие дают занятия колорита, которые проходят по вторникам и пятницам. Как индивидуальные, так и совместные. «У нас совершенно разные занятия очень отличаются друг от друга. Кому-то я даю больше музыки, кому-то я даю больше дикций, слов, кому-то нужна интонация. Ну, абсолютно все по-разному». В кружке ученики занимаются с родителями. Мамы и папы принимают активное участие в номерах. Светлана Кузнецова сначала отправила в колорит сына, но потом и сама стала заниматься пением и танцами. «Вообще, это очень хорошо скрепощает. Это дает уверенность в себе. И как-то даже я человек, по-настоящему, застенчивый. И уже даже в общении с другими людьми себя более уверенно чувствовать начинаю. И Витя мой молодец. Он стал самостоятельно выходить, он даже стал ходить к другу, ходит спокойно. И как бы уже так не борится, не стесняется выходить из дома». Участники колорита являются доказательством, что талант не зависит от особенностей развития и возможностей здоровья. Следующее выступление творческого коллектива состоится 9 февраля в 14.00 в Центральной библиотеке. Приходите и вы. Инга Инчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.